МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Тева дня» в студии Светланы Шумковой. Здравствуйте! Проблема бродячих животных в нашем городе в последние годы остро стоит. Одни боятся бездомных собак, а другие, наоборот, помогают животным. Подкармливают, лечат, находят им дом. Долгое время в городе не было подрядчика, который бы занимался отловом, стерилизацией и чипированием бездомных животных. Потом появился, но, как рассказывают люди, отловщик недобросовестно выполнял свою работу. Теперь ситуация должна поменяться. В городе назначили нового подрядчика, который будет заниматься отловом. Работать он будет совместно с приютом «Добрые руки». Вот об этом сегодня мы и поговорим. В нашей студии гость, руководитель приюта «Добрые руки» Оксана Калашникова. Оксана, здравствуйте! Оксана, для начала давайте поговорим, что это за новый подрядчик, который будет заниматься отловом животных. Вообще, кто он, откуда, какой опыт работы? Так, опыт работы именно с отловом у них около трех-четвертый год сейчас пошел. Это когда только начинались у нас подрядчики все это. Это благотворительный фонд «Ангел бережет» и руководитель Эльвира Кутуева. Они обратились ко мне с просьбой, потому что мы изначально, хочу обговорить то, что этим должны заниматься именно зоозащитники. Не просто это должен быть бизнес. Если мы это не возьмем в свои руки, этим будут заниматься те люди, для которых это будет просто бизнес, для отмывания денег. А в интересах зоозащитников как раз делать все правильно. Во-первых, по закону. А во-вторых, для безопасности собак, для безопасности людей в городе. То есть к прежнему отловщику были претензии, насколько мне известно, были недовольства его работой. Ну вот каким образом сейчас будет происходить отлов? Сейчас уже у нас вопросов нет, но для нас было изначально все понятно. Для людей скажу так. То есть если 3 900 выделялось на отлов собаки, он ехал из Ульяновской области. 3 900 это тысячи? Тысячи. 3 900 рублей на одну собаку. Привезти, отловить, чипировать, например, одеть ошейник, стерилизовать. Если какие-то медуслуги еще дополнительно, собаки же еще болеют. Но это все в 3 900 не уложено, потому что 3 500 стоит только стерилка небольшой собаки. Естественно, на эту сумму он не мог добросовестно выполнять. Это из Ульяновской области сюда ехать. Только затрат на это все. Естественно, поступали от людей жалобы. То есть а как вот сейчас будет проходить работу? Сейчас, значит, подрядчик этот находится, проживается, этот фонд находится в городе Елабуге. Поэтому будут заявки от людей поступать. Будет несколько заявок набираться. Будут приезжать люди, специально занимающиеся отловом. То есть они будут отлавливать этих собак, привозить к нам в приют, где будет собака стерилизоваться, либо кабель будет кастрироваться. Если нужны будут какие-то еще медицинские услуги для собаки, они тоже будут там существовать. То есть у нас два вольера, которых нам подарили, где будет в одном хирургии, в другом стационар. И вот по мере того, как будут набираться собаки, допустим, собрали 5-6 собак, вызвали ветеринара с другого города, он приезжает раз или два в неделю. То есть пока еще на стадии, мы еще работаем с этим, сколько раз он будет выезжать по мере поступления заявок. Будут тут же стерилизовать, кастрировать, какие-то медуслуги производить. Будем прививать, чипировать, одевать специальные ошейники для собак. И выпускаться будут на прежнее место. Агрессивные собаки будут пока находиться в отлове, проживать, потому что их на прежнее место выставить нельзя, потому что они опасны для людей. Вот смотрите, вся вот эта работа, про которую вы рассказываете, это же большая нагрузка вообще на волонтеров. Поскольку, насколько мне известно, вообще в частном приюте там обычно волонтеры работают, грубо говоря. Как это придется, получается, дальше новых набирать людей? Хотелось бы набирать новых, то есть на какую-то, например, зарплату человека, человека, который будет непосредственно заниматься отловом. Если сейчас с приютом я хоть более-менее могу справляться, то для отлова нужен будет специальный человек. Но пока его нет, пока еще только заявок не так много, пока мы еще справляемся своими силами, это буду делать я и со мной девушка Ольга ездит, она все время несколько лет уже. Поэтому мы как-то вдвоем пока справились. Не то чтобы даже волонтеры, волонтеров даже нет, их очень мало. Они приезжают буквально только в выходные свои. А в будние дни это же тоже такое же кормление, уход, медицинский уход. Там где-то обработать нужно, смотреть за собаками, какой-то специальный корм для некоторых собак. Щенки, например, им тоже нужно где-то прививать. Ну вот это все будет пока на мне и на девушке, которая со мной ездит, волонтер Оля. Получается, вы вдвоем пока содержите, ухаживаете за этим приютом? Конечно, да. Это частный приют, это наш приют, поэтому мы за ним и... А остальные люди, вообще много там волонтеров, которые приезжают? Здесь немного, нет. Потому что все заняты, в принципе, никто и не обязан приезжать, как бы это, да. Но если у кого-то есть желание, кто-то выходной, кто-то с семьями приезжает, кто-то привозит подоны, кто-то перевозит какие-то суммы, кто-то привозит лекарства, кто-то корма. То есть люди вот так помогают. Конечно, нужна физическая сила, ее не хватает. Даже каши варить некому, потому что мы варим около 30 ведер каждый день. То есть рассматривается сейчас вопрос о какой-либо оплате, чтобы был человек. Да, 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 нужно будет это все. Вот отловленные собаки, как вы уже сказали, они будут содержаться вместе с собаками, которые в приюте. Но они будут в разных вольерах, да? Нет, они даже территории будут ограждены. Да, даже территорию. На территорию отлова не должны заходить люди с приюта, с территории приюта. Приют отдельная дверь, отлов отдельная дверь. Там будет заезжать же машина побольше, которая отлавливает собак. У них есть свои ворота. Вольерами и вагончиками мы огородим территорию, поставим забор. То есть это будет отдельно. Мы будем заходить просто через дверь, через другую. Это будет обязательно отдельно. То есть ни эти собаки, ни те не должны между собой контактировать. Они уже разные, да, можно сказать? Да, потому что новые собаки вдруг болезнь. Не дай бог, чума какая-то. А в отлове есть карантинная зона, где собака сначала содержится до выявления этих признаков, как говорится. Вот кроме содержания, как вы еще сказали, будет и стерилизация, и кастрация, и прочие операции проводить. Какое-либо еще лечение будет? Либо же как вы будете определять, агрессивна собака, не агрессивна, стоит ее назад выпускать или не стоит? Агрессивную собаку сразу видно. Добрая собака, она добрая собака, она подходит агрессивно, они боятся. И вот... И ведут себя иначе, да? Да, 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 да. Они боятся людей, они как-то осторожные, они могут злиться. Это не значит, что он обязательно вас покусает или еще что-то. Но в мере предосторожности, чтобы не было таких случаев укусов, их нужно отлавливать. Их нужно... Некоторые социализируются живя. То есть мы их кормим, подходим, начинаем гладить, тихонечко приучаем, они социализируются и потом попадают в хорошие семьи. Некоторых, к сожалению, нет. Что, вот судьба, какова дальнейшая судьба? Будут жить. Столько, сколько они будут жить, столько будут жить. Там же в приюте? Да, в отлове. Потом, возможно, где-то в приюте будут пристраиваться собаки, освобождаться место, они будут приселяться на их место. Вот как-то так. Но как показывает практика, со временем, может быть, не сразу такие собаки могут адаптироваться? Ну, коллективной жизни. Кто-то может, кто-то нет. Это как люди. Есть люди, да, которые любят людей. Есть даже собаки в приюте, которых мы не пристраиваем только потому, что они не хотят жить в семье. Им нравится вот такая обстановка, где много собак. Они там, скажем, поспорят-то. Где-то они там с кем-то поиграются. Им нравится. Вот мы пристраиваем их в семье, они звонят, говорят, она не ест. Потом не лает. Она скучает. У нее депрессия. Мы привозим, и все нормально. То есть есть такие собаки, которые нет. А есть собаки, которым именно нужна семья. Какое еще лечение будет проводиться именно для отловленных животных? Да, ну вот помимо вот... Ну там видно, бывает у них лишай, бывает чесотка, бывает демодекоз, какая-то аллергия. Вот это нужно лечить. Это, конечно, такое долгое лечение, около двух-трех недель, иногда месяц. Иногда уколами, антибиотиками, иногда специальная таблетка дается. Вот они будут обрабатываться обязательно от клещей. Вот если вдруг собака с клещами приедет, обязательно нужно посмотреть, может быть, у нее энцефалит клещевой начался, ее нужно будет лечить. То есть болезней полно. Интеритные собаки, интерит очень распространен. Интерит – это что такое? Это такая болезнь, но она в основном щенячья, но взрослые собаки иногда непривитые тоже болеют. Поэтому в приют мы не принимаем щенков непривитых. Мы либо держим их на какой-то передержке, потом только забираем после вакцинации двойной. Потому что это такая смертельная болезнь, где собака умирает за один-два дня. Вот так раз-два и все. Это вирус какой-то? Да, это вирус, вирусная болезнь такая, очень распространенная. Если отловили вот собаку, скажем так, с инвалидностью какой-нибудь, покалеченной, ее назад, есть смысл возвращать в природу, грубо говоря? Она, может быть, не выживет, не убежит от опасности, скажем? Желательно, конечно, не возвращать ее в природу. У нас есть собаки-инвалиды в приюте, которые слепые на один глаз. Есть собака-инвалиды, у которых нет коленных чашечек. Она чувствует себя прекрасно, бегает со всеми, бегает вперед от меня, например. Но ее нельзя в такую среду, ее обидят, обязательно ей не дадут существовать. Будут оставаться в приюте, таких забирают тоже. Есть же семьи, которые берут не на охрану собак. Им для любви собаки нужны. Они берут и некрасивых, и кривых, и бородатых, и волосатых, и разных-разных. У меня дома бородатая собака, девочка. С виду так они очень красивые, но вот моя. Я полюбилась. Конечно, конечно, это же не за красоту мы их любим. Вы рассказывали еще вначале про чипы, бирки, ошейники какие-то специальные для отловленных животных. Это что такое? Про это можно поподробнее? Ну, это ошейники, которые будут светиться ночью, например. Там будет ангел бережет вот именно этого фонда логотип светиться. Люди будут знать, что эта собака привитая, стерилизованная, кастрированная. И даже если они захотят ее взять, вот она добрая собачка, бегает, они знают, что с ней уже все процедуры сделаны, то есть у нее никаких детей не будет, кобелек, у нее ходить не будут. Если это будет кобель, то он ни за какой девочкой бегать там не будет. Они могут себе, например, взять. Либо проходить безопасно, что собака не агрессивная, спокойная. Вот. Чипирование это подкожно делается. Со специальным 15-значным, 5- или 15-значным номером, я сейчас точно не помню. Он как его, прям видно получается? Нет, он вшивается под кожу. Раньше делали бирки, вот такие желтые на ушах, большие бирки. Но они гноятся. Вот собака же живет на улице, грязь попала, она ее расчесала, гной, кровь. Мы же не можем, как метод, скоро помню, закажет собаку бегать и зачищать. Поэтому сейчас вот все вот так. Гораздо проще. Оксана, вот расскажите, сколько сейчас на данный момент собак находится в приюте? Какие это собаки? Ну, понятно, что там порода двортерьер, ну, может быть. Есть и породные собаки. Породные даже есть. Есть и помеси, есть и хаски. И таких выбрасывают? Выбрасывают всех на улицу города очень много. Собак породистых очень много. Собак 158 сейчас. У нас сейчас активно идет пристрой. Вот сейчас на днях уезжает щеночек, например, тоже кнопочка уезжает. Еще один к нам женщина обратился, прости, но она не в приюте, но до поступления в приют мы ее уже пристроили, грубо говоря. Вот. Собаки разные. Есть дворняги, есть какие-то помеси, есть овчаристого типа, есть рыжие. Ведь всем разные нужны. Есть пушистые, короткошерстные, худые, полные. Кормят всех одинаково. Не все, есть поменьше, есть побольше. К нам иногда поступают собаки уже беременные, например, уже прямо на сносях и рожали в приютах раньше. Маму, например, пристраивали каких-то щенков, какие-то щенки оставались. Расскажите, пожалуйста, вообще, сколько лет существует ваш приют? По-моему, он еще довольно-таки молодой. Да, им всего полтора года. И вообще, сколько вы конкретно занимаетесь вот этой вот помощью животным? Смотрите, значит, волонтерством я занимаюсь уже более 10 лет. Около 12, наверное. И свою собаку самую первую я завела именно потому, что я весь помет пристроила. Это было еще давно-давно, когда не было... Из интернета была только ВКонтакте, группа Фонд Надежды. Там было 200 участников всего. Ничего мы не знали, как это делается, куда пристраиваться. Это все узнаем только сейчас. Это мы сейчас грамотные все ходим, да? А тогда вот и с этой собакой у меня началось. Мы тогда как только не писали... Мы объявления... Я лично сажала 9 щенков в машину и ездила по деревням. Вот прям по домам ходила с щенками, стучала, вам собака не нужна. Клеила объявления от руки, писала. После работы мы вот так ездили. Потом... Ну вот писали ВКонтакте. Но тогда тоже это только развивалась, эта сеть. Поэтому... Ну, очень тяжело было. Ездили как-то в фонд. Еще некоторые болезни мы еще знали, не знали. Что такое клещ, как это все лечится. Это все только мы узнавали. Волонтерам было очень тяжело, правда. У нас не было ничего, ни сборов, ничего. Все было абсолютно на свои деньги. Сейчас-то мы вкладываемся, да? А тогда вот все абсолютно делалось на свои деньги. Это было... И сейчас о том, что сейчас происходит в волонтерстве вообще. Мы даже мечтать не могли. И о том, что когда-то я открою приют, или у меня в приюте будет отлов нижнекамский, например, да? Я вообще... Если бы мне даже год назад об этом сказали, то есть это решение было... Вот это было торги, допустим, через 2 недели там, да? Через 3 недели. У нас не было даже времени думать. Да, нет, мы понимаем, что это надо забирать, и все. Мне спросили, согласишься сотрудничать с нами, пойдешь к нам навстречу? Как бы у меня время... Да, только чтобы помочь собакам. Чтобы убрать вот это отношение к собакам, убийство, вот эти все. Чтобы сделать все грамотно и по закону. Только по закону. Можно сказать, что вообще вот это помогать животным, это вот ваша миссия? Сейчас, наверное, уже да. Если раньше мне просто было жалко животных, сейчас я без этого уже не представляю жизни. Со мной и в семье боролись раньше. И может быть, что это такое, днем не спишь, ночью на звонки выезжаешь. Сейчас уже никто со мной не спорит. Они понимают, что это вот... Ну, кто-то должен этим заниматься. Есть такие люди, которые этим... Все же занимаются разными. Вот я, наверное, должна этим заниматься. Приют вообще в основном существует на деньги, на средства пожертвований? Или... Только на эти средства. Только на эти средства. Свои зарплаты вкладываем, свои силы. Вот сегодня я красила вагончик внутри, потому что там хирургия должна быть. Нам нужна специальная краска. И оттуда прям сразу, с корабля на бал. Да, да, вот она, желтая краска, слоновая кость. Потом мы хотим там разрисовать, чтобы собачки и кошечки были, чтобы было уютненько там, не просто. Это будет вагончик, как хирургия, хирургия. А так, чтобы было там все спокойно и хорошо. Пришлось, приходится самим красить после кормежки, что делать. Есть постоянные помощники такие, которые каждый месяц, допустим, помогают деньгами, ветошью, может быть, чем-то еще физической помощью. Они постоянно меняются. Есть постоянные, есть девочки-волонтеры, с которыми мы работаем, например, около года. Кто-то может приезжать в приют, кто-то нет. Но, например, они на машине, я могу, потому что на приюте только моя машина. То есть так, чтобы, если съездить в школу, каши забрать, я не могу в это время у меня, например, приезжают строители какие-то, то я позвоню этим девочкам, вот такие постоянные есть. Есть люди, постоянно которых я прошу в выходные варить каши. Потому что выходные школы, например, не работают. И приходится, то есть по 30 ведер варить, это нереально сложно. Это, во-первых, физически вообще нереально. Да, хочется сказать, может быть, кто-то имеет такую возможность, какую-то оплату мы попросим это сделать, продукты с нас, например. Есть волонтеры, которые приезжают с семьями. Кто-то каждый выходной, кто-то раз в месяц. Всегда по-разному, вообще индивидуально. Кто-то приезжает одно время, потом уходит. Кто-то устает, кто-то переезжает. Ну, они меняются, но они всегда есть. Вообще тяжело вот так вот набрать какие-то суммы именно на операции для животных. Тяжело вот, наверное, это бывает. Вы знаете, вот на операции именно собрать легче, чем на еду. Потому что так уж повелось, люди такие жалостливые. Если скинуть, показывать кровь срочно, ну там, на операцию, люди как-то более отзывчивы к этому. Что это вот сейчас нужно. Да, это прямо сейчас, это жизнь собаки. Но, тем не менее, люди забывают, что ежедневное кормление – это тоже жизнь собаки. У вас, получается, есть договоренность со школами? Видимо, там остатки пищи они вам отдают, да? Сейчас есть, да. Вот в этом году, с сентября месяца, с трех школ мы забираем какое-то питание. Но это 10-15 ведер, остальное мы довариваем. Вообще, Оксана, как дома реагируют на то, чем вы занимаетесь? Уже, наверное, привыкли. Уже никак не реагируют. Если надо помочь варить каши – варят. Если надо съездить что-то отремонтировать – выезжают – отремонтируют. Если надо воду откачать – помогают воду откачать. Чем могут, тем помогают. Ну, в конце концов, мы занимаемся хорошим делом. Что ж тут ворчение, ворчение. Это тяжело, это сложно. Это занимает 24 на 7 времени нашего. И днем, и ночью. Есть звонки. То есть постоянно ты все равно находишься в этом процессе. Ты не можешь так. Я до 12 занимаюсь приютом, после 12 я занимаюсь своими делами. То есть непосредственно ты все равно по пути. Какие-то… Вот я сейчас отсюда поеду, поеду в поликлинике, например, мне в одной дают тоже каши, например, одно ведро. Потом одна девушка позвонила, волонтер тоже, мы раньше с ней знакомы были. У нее есть, например, ковер, посуда какая-то для приюта, мне нужно забрать оттуда. Потом я поеду еще куда-то. Пока до дома дают, уже вечер, потом каши варить. То есть хочешь, не хочешь, даже если ты в доме, все равно эти вопросы решаются. Круглосуточно кто-нибудь находится там в приюте с животными? К сожалению, пока нет. Но если мы оборудуем вагончик, который нам подарили, хочу отдельно сказать организациям и спонсорам, которые помогают и отлову, и нашему приюту, бесплатно привозят воду. Подарили нам вагончик, подарили два вагончика для отлова. Кто-то какими-то стройматериалами, это организация. Это очень важно. Ворота сделали нам бесплатно. А ворота стоят 40-50 тысяч. То есть мы на них бы не собрали вообще никогда. Исходя из того, что все расходы у нас только на еду и лечение собак. Сейчас клещи пойдут на обработку, очень много денег уходит. Например. Хочу сказать. И если будет оборудовано какое-то жилое помещение в этом вагончике, если мы все там мебель завезем, то может быть кто-то будет жить. Может посменно будут жить кто-то. Может так как-то, допустим, сутки через трое. Мы об этом думаем. Еще думаем, как это лучше сделать. И на это же нужны опять средства. Ну а я уточню момент, вернусь опять к отлову. Отловленные собаки, они будут жить в вольерах, но раздельно от тех собак, которые приютские. А там как будки уже построены? Там стоят только вольеры. Много их? Пока два вольера, больших, длинных, шестиметровых, разделенные пополам. То есть это четыре вольера. Но еще планируется 8-10 вольеров завести. Таких же больших? Да, 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 конечно. Потому что поначалу этого пока еще хватает. Сейчас мы все сделаем, завезем. И вот так они будут жить пока в вольерах. Если кто-то понадобится жить в будках, может быть, пару будок мы поставим. Кто хочет на цепи жить, сможет. Из собак, например, которых нельзя выпустить. Или он быстренько адаптируется, например, после операции. И нужно будет в будку посадить. Такое тоже. Это все решается вот прямо здесь сейчас по ситуации. Но, конечно, от приюта, еще раз напоминаю, отлов будет огорожен обязательно. Вольеры стоят спинами вместо забора. Где есть промежутки, там забор. То есть обязательно отдельный вход, отдельная территория. Собаки вообще конфликтуют между собой часто? Обязательно. Характеры разные. Из-за территории на территории срываются с цепей и дерутся. Покусают друг друга, везешь на операции, что только нет они. Есть добрые собаки. Да, бывают серьезно. И при том, что они стараются драться, именно когда слышат, что они нам показывают. Вот я так умею защищать, вот я такой сильный. Есть такие. А есть девочки тоже, что-нибудь не поделят, дерутся, прямо вот дерутся. Есть такие, да. Но это собаки, вот они такие. Они не агрессивные, они спокойные есть. Слудни. Вот что-то. Ну, между собой вот. Да, между собой где-то территорию не на ту зашла. Вот Зулька у нас есть маленькая собачка, мы ее выпускаем. Она знает, где на какой территории сидит каждая собака. Если она видит издалека, что какая-то собака убежала за другую территорию, она несется с таким лаймом, она бип-бип-бип, но она бежит с таким лаймом, иди отсюда на свое место, иначе будет драка. И ее боятся и слушаются, между прочим. Смотрящая такая. Да, Зулька. Про нее был в газете тоже, писали про нее пристрой. Мы ее отдаем, пристраиваем, но только в очень прям хорошие руки. Она идеальная собака и для дома, и для частного, и для квартиры. Потому что она приучена к туалету, например. Но мы для них ищем, если в квартиру отдаем собаку, то у нас еще более тщательный подход к хозяевам. Миллион вопросов. У нас есть собаки, которые занимают места в республиканских конкурсах. У нас была Хасия, такая тоже рыжая-коричневая собачка такая. И девушка с Казани позвонила, вот просит собаку с привитой. Я говорю, не отдам в квартиру. Я говорю, не отдам. Она говорит, ну почему я так хочу? Я говорю, я знаю, как вы хотите, потом выкидывайте. Мне нужны какие-то аргументы. И она выдержала весь мой допрос, опрос. Она прислала мне паспорт на квартиру, что это не съемная квартира, а ее личная. И потом, сейчас мы уже дружим и общаемся. То есть год, как собака живет там, она занималась ей, ходит кинологом, ходит в специальный бассейн, ходит плавать, берет ее в походы. Первые полгода было очень тяжело на город. У меня прям руки опускались, я уже не знала, что делать. А потом раз собака немножко подрастает, начинает соображать. Сейчас они обгоняют даже самых породистых собак. Занимают места. Первые места. Первое, второе, третье места. Ну это приятно, конечно. Конечно. И всегда приветы. Вот недавно мы ходили в груминг. Я говорю, зачем вы стрижете, кажется, кашу, стрижете, нет, мы ходили масочки делать для собаки. Елки-палки. Пока собаки масочки тоже надо. Понятно. Оксана, интересный, конечно, у нас миссия, работа. Вообще, какие планы в дальнейшем, вот, как скажем так, для развития приюта? Ну понятно, да, что там будет отлов, все это будет отдельно. Это тоже помощь городу, скажем так, чтобы бродячих животных на улицах стало меньше. Ну вообще, какие планы конкретно у приюта? Грандиозные? Грандиозные планы. Хочется вообще очень много. Хочется хорошей дорожки. Или из гравия, или асфальтированной. Хочется не в вольерах закрытых держать собак, а хочется сделать загоны такие небольшие, чтобы была будка, но крыша была открыта, чтобы солнце попадало всегда. То есть, потому что есть собаки, которые будут жить в приюте всегда, их держать на цепи невозможно. Гулять, 158 собак каждый день гулять, вы понимаете, что это нереально, да? Мы гуляем так, вольер я сегодня убираю, этот вольер открыла, она бегает. То есть, если они там 3-4 собаки сидят в вольере, пока я убираю, они бегают, я вольер закрываю, они заходят. А вот с этими, которые будут кисать на цепи, каждый день мы не гуляем с ними, я сразу говорю, потому что это нереально сделать двум людям, кормить собак по 3 часа, а потом гулять, с каждой выгуливать каждый день. Мы гуляем раз в неделю, приезжают помощники, кого-то выгуливают, вот так вот по очереди мы как-то меняем. Хотелось бы сделать загоны именно для тех собак, которых не нужно приучать к цепи, потому что они для пристроя, они вот для приюта жить, да? Те, которые для пристроя, конечно, они приучаются к цепи, сидят около будок, но с выгулом, например, потом. Хочется сделать вот такие загоны, красиво-одинаковые, сделать к ним дорожки, поставить хорошие мисочки на специальных креплениях, чтобы они не сносили эту воду, которую ты 30 раз потом на около наливаешь. Только нальешь, отойдешь, придет, все разнесет цепью, ногами, руками начинает миситься, вот так, да, например. Хочется сделать хорошую кухню, например, варить там, либо наладить какой-то процесс, чтобы с какой-то столовой договориться, чтобы они нам варили, например, кто-то привозил, чтобы было времени больше заниматься непосредственно чем-то для улучшения, потому что у меня на это времени уже не хватает вообще. Я даже посты не успеваю вставать, людям новости не успеваю вставать. У нас столько собак пристраиваются, у нас столько новостей. Я в день, бывает, 3-4 раза выезжаю вообще за спасением собак, но я не успеваю об этом писать. А люди, может, думают, что у нас вообще никаких событий не происходит. Вот, чтобы всем этим заниматься, ходить по организациям, делать звонки, о чем-то договариваться, выпрашивать, где-то попросить, где-то что-то, нужно время, это нужно отдельно заниматься, чтобы всем другим занимались отдельные люди. Мы это позволить пока себе не можем, это только у меня в мечтах. И поменять все будки, будки все старые уже. Вот, кстати, пользуясь случаем, для тех, кто, может быть, хочет работать с животными, им это нравится, или как-то реализовать себя как волонтера. Как выйти на вас вообще? Как можно помочь приюту? Где вас искать? На меня выйти можно всегда по телефону. Мой телефон есть везде, ВКонтакте. Вы можете позвонить и спросить. Например, я вам подскажу, как это лучше сделать, как вы можете помочь. Ну, может быть, вы для начала можете приезжать один раз в месяц, один раз в неделю. Нам нужны очень руки. У нас есть молотки, у нас есть стройматериал, у нас есть все. У нас не хватает времени, у нас не хватает рук. Да, а дальше мы, может, вы сможете, мы не можете приезжать, но вы хотите помочь варить каши. Мы привезем вам крупы мясные, мы можем их забирать сами. Ну, вот, может быть, есть автоволонтеры. Очень не хватает автоволонтеров. Вот я приезжаю домой, варю каши, например, и звонок. Знаете, у нас есть, например, ветошь, я купила корм, у меня есть посуда, заберите, приедите, у меня нет машины. Я не могу по каждому звонку срываться, мне хотелось бы иметь людей, например, 3-4 машины, например, людей, которые свободный график у них, я могла бы позвонить, извините, вы сегодня не могли бы забрать с этого адреса, привезти мне, а я бы утром отвезла в приют, например, или сразу в приют отвезти. Вот автоволонтеров очень не хватает, потому что звонков бывает много, и на одной машине это нереально одному человеку сделать. То есть в социальных сетях вас найти как приют Добрые Руки? Конечно, приют Добрые Руки, да, мы есть в Телеграме, мы есть в ВКонтакте, но если вы хотите поговорить непосредственно, вы можете позвонить мне, вы можете приехать всегда в приют, то есть когда мы там, пожалуйста, приезжайте, пожалуйста, мы вам все покажем, расскажем, люди так и делают, и собак также забирают, приезжают непосредственно. Оксана, спасибо, что сегодня пришли к нам в студию, рассказали много полезной, даже, ну, так интересной информации, возможно, кто-то откликнется на помощь, вот. Ну, а я же с вами прощаюсь, это была программа «Тема дня», до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова